Как обучаете сотрудников вы? Только на iPad, на Android не работает. И в простом режиме можно создавать объясняющие мультики, которые много чего помогут сделать простым и доступным. Итак, что же такое арифметика розницы? Все выглядит очень простым. Объем продаж – это трафик проходящих умножен на коэффициент потока, умножен на коэффициент конверсии, умножен на средний чек. Трафик проходящих – это трафик, который мы считаем у дверей нашего магазина. То есть это те люди, которые идут по тротуару, приезжают на парковку. Коэффициент потока – это процент перехода. То есть какое количество людей, которые проходят мимо дверей нашего магазина и заходят в наш магазин, сколько это процент из тех, кто проходит. Следующее превращение в мультики было показано – это коэффициент конверсии. Какой процент из тех, кто зашел в магазин, уже в магазине становится покупателем. И вопрос среднего чека. По большому счету все просто и банально. Как простая школьная задачка. Вопрос – как увеличить объем продаж. Все очень просто. Для того, чтобы увеличить объем продаж, нам нужно удерживать каждый из этих показателей на определенном уровне и растить. Показатель, с которым нам очень сложно работать – это первый самый показатель – внешний трафик. Потому что есть магазины, у которых энергетической силы достаточны для того, чтобы создать, сгенерить собственный трафик. Есть форматы розницы, которые не позволяют генерить собственный трафик, и они живут на чужом формате. Об этом я чуть позже еще скажу. В чем измеряется обычно объем продаж? Объем продаж – это вообще такой ключевой, первый, самый важный, значимый показатель. Потому что именно объем продаж говорит о том, что у вас за бизнес. Насколько сильны, в зависимости от вашего объема продаж, вы как сила для поставщиков. Как вы можете провести переговоры по объему продаж, по наценке, по условиям поставки. Объем продаж говорит о том, насколько вы сильны с точки зрения конкуренции в том сегменте бизнеса, в той товарной специфике, в которой вы работаете. То есть это вот такой большой, основной и глобальный, именно на него мы обычно влияем. Объем продаж измеряется в рублях, измеряется и в единицах проданных товаров. В рублях мы считаем всегда это нормально, это понятно и очевидно. Не всегда считаем в единицах проданных товаров. Здесь от разной специфики бизнеса больше или меньше есть, скажем так, важность оценки и пересчета объема продаж в показатели натурально проданных товаров. Ну там, к примеру, у меня знакомый в фармацевтической бизнесе, он там регулярно говорит, что мы как отчет посмотрим, у нас там есть несколько препаратов, которые регулярно каждый год по рублях растут. Объем продаж в рублях по рынку всегда в росте. Но при этом мы понимаем, что уже четвертый год количество единиц препарата, продаваемых, одно и то же. То есть мы фактически вышли на какую-то емкость рынка и дальше за эту границу перескочить не можем. В красном кубе то же самое, мы отслеживали динамику по количеству проданных товаров, тоже смотрели, причем смотрели еще в разных ценовых диапазонах и смотрели, каких товаров, в каких ценовых коридорах, в каких диапазонах мы продаем больше, продаем меньше, куда движется понимание, где основной клиент, что видит покупатель из того, что мы предлагаем и что нам нужно привозить в следующую коллекцию, в следующий сезон. Следующее измерение объема продаж, мы его обычно измеряем в объеме процента выполненного плана, с планов я начинала, поэтому это вопрос всегда к вам. Инструмент постановки плана всегда остается менеджерским. Ну и там третий вариант, которым полезно считать объем продаж, это соотношение роста объема продаж к предыдущему периоду. Like for like, рост сопоставимых продаж. Поднимите, пожалуйста, руки, кто в своем бизнесе like for like меряет. Отлично. Ну, руки подняли не все, поэтому я себе позволю маленький комментарий. В качестве сюжета пример, смотрите, два варианта развития сценария. У нас два года, 2012 и 2013 год. Розничная сеть на конец 2012 года состоит из 24 магазинов. Причем 20 магазинов отработали полный 2012 год. И, наконец, 13 магазина, эти же 20 магазинов точно так же остались работающими, еще 6 открыли, и по итогам года уже стало 30 магазинов. Объем продаж. Первый вариант развития сценария, когда объем продаж вот этих 20 магазинов был 800 миллионов, а в 2013 году составил 950. Что такое like for like? Это расчет по приросту. Соответственно, разница между 2013 и 2012 годом 150 и по отношению к 800 – это будет плюс 1875. Или другой вариант сценария развития событий, когда в первый год 800, а второй 750. Соответственно, разница минус 50 и по отношению к 800 – это будет минус 625. Спасибо. 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 Спасибо.